Одна моя знакомая недавно поделилась, говорит, «Никак не могу справиться с одной проблемой». Все время прокручиваю в голове одну и ту же ситуацию, которая произошла на самом деле со мной много лет назад. И я всё думаю об этом, думаю, как бы я могла поступить иначе, или, может быть, сказать что-то другое, или сделать, и, возможно, всё бы закончилось по-другому. И это мне не даёт спать, это мне не даёт нормально жить. Я постоянно нахожусь в каком-то вялом состоянии решения этой проблемы. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко, и я сегодня хочу поговорить с вами о том, что же за зверь это такой — незавершённый гештальт. «Гештальт» в переводе с немецкого означает «форма или структура». В применении к нашему сознанию мы можем говорить о том, что гештальт означает целостность восприятия нашим сознанием того, что с нами происходит. Например, мы воспринимаем музыку целостно, а не воспринимаем отдельно взятые звуки. Точно так же наше сознание воспринимает те задачи, которые стоят перед нами каждый день. То есть если мы выполняем какую-то работу, то наше сознание стремится к завершению этой работы. И если, не дай Бог, так случается, что мы не завершили этот процесс, то он потом очень долго сидит у нас в голове и как дамокло в меч над нами висит и постоянно о себе напоминает. То есть какая-то энергия наша постоянно тратится на то, чтобы сознание удерживало эту невыполненную задачу в себе. Один известный психолог даже приводил такой пример. Проводилось такое исследование. Он со своими студентами посетил ресторан, где они сделали заказ. И потом подходил официант, они у него просили перечислить то, что заказал этот конкретный столик. И если столик был еще не оплачен, то официант очень легко называл все, что было заказано. А если столик уже перед этим расплатился, то официанту было достаточно сложно вспомнить, что было заказано этим столиком. Так вот, для того, чтобы что-то запомнить, вам нужно просто не завершить какое-то действие. Но чаще всего мы несознательно приходим к тому, что какие-то действия у нас остаются незавершенными, и потом они нас долгое время мучают. Что можно назвать конкретно незавершенным гештальтом? Это если какое-то событие в вашей жизни, которое произошло, оно было незавершено, вы о нем вспоминаете, и при этом испытываете какие-то негативные эмоции, например, раздражение или злость, это говорит о том, что вам стоит с этим поработать и обязательно этот процесс завершить, что он у вас находится в этом фоновом режиме и просто съедает вашу энергию. Это можно сравнить с программой в вашем компьютере, которая повисла и тем самым тормозит работу всех остальных программ. Ваш мозг постоянно пытается решить эту проблему. Сложность заключается в том, что если таких проблем нерешенных становится слишком много, то это чревато ущербом для вашего здоровья, то бишь нервными срывами, раздражительностью, агрессивностью, снижением концентрации внимания и другими проблемами. Часто проблема незавершённости у нас возникает в отношениях с другими людьми. Например, если вы расстались со своим близким человеком, как-то не так, и остались какие-то недосказанности, может, невыясненные какие-то странные обстоятельства. И ещё долгое время вы как бы пребываете в этих отношениях, и мало того, вы ищете подобных людей для того, чтобы как бы заново проиграть эти отношения и через других людей выяснить, что же тогда произошло. Сложность заключается в том, что вы как бы вменяете эту роль другому человеку, у которого совсем могут быть свои мысли, свои желания, свои убеждения. Эти незавершённые действия как бы блокируют наше движение вперёд. То есть мы, по большому счёту, залипаем в прошлом. Мало того, мы теряем веру в себя. То есть каждый раз, когда мы хотим начать что-то новое, какой-то новый проект, новые отношения, совершить какое-то новое действие, попробовать что-то другое в этой жизни, у нас срабатывает страх того, что мы в итоге не дойдём до конца, что у нас не хватит сил, не хватит опыта, не хватит знаний либо ещё чего-то. Существует такое понятие, как гештальт-ловушка. Это цель, для достижения которой нам недостаточно собственного ресурса, а нам нужны для этого ещё какие-то другие люди, их действия, их желания, их мысли, возможно. Возможно, нужны какие-то ресурсы, которых в данный момент для нас недостаточно, материальные, финансовые, физические. Но мы, не имея их в достаточном количестве, все-таки начинаем движение к этой цели, начинаем туда вкладываться. И чем больше мы вкладываем туда своего энергетического потенциала, совершаем каких-то действий, чем больше мы об этом думаем, тем больше мы как бы залипаем в этой цели, и тем сложнее нам остановиться. Когда объективно уже становится понятно, что, наверное, дальше двигаться не стоит, что дальше будет только ещё больше потерь, а реальный результат уже не перекроет, эти потери, мы не хотим остановиться. Вот у нас стоит такая задача — дойти до конца. То есть мы не понимаем, не готовы признать тот факт, что иногда победить — это просто отказаться от победы. Как же можно попытаться справиться с этим незавершённым гештальтом? Ну, во-первых, стоит вернуться как бы в эту ситуацию. В идеале, если мы говорим про какие-то незавершённые отношения, и если возможно поговорить с этим человеком, с которым эти отношения закончились как-то неправильно, и выяснить, расставить все точки над «и», наверное, стоит как-то переступить через себя и всё-таки обсудить эти моменты. Не всегда, к сожалению, так возможно. Бывает, что человек уехал или его уже нет вообще. Тогда есть такая возможность провести этот диалог у себя в голове. То есть представить, а как бы этот диалог звучал? Вот если бы вы задали этот вопрос данному конкретному человеку, что бы он ответил вам? И вы знаете, наше подсознание очень часто даёт нам правильные, нужные ответы в этот момент. То есть на самом деле оно знает очень много, больше, чем мы догадываемся. И в какой-то момент вы можете понять, что те вопросы, над которыми вас мучили, над которыми вы так долго сосредоточенно, старательно думали, они уже у вас есть. В работе с завершениями гештальта есть одно маленькое правило. Начните с самого простого, лежащего на поверхности вашего незавершённого гештальта. То есть завершите какое-то маленькое действие, которое вот недавно было не завершено. Смысл в чём? Когда мы что-то всё-таки завершаем, наш мозг выделяет достаточное количество положительных гормонов для того, чтобы мы могли себя почувствовать как бы хорошо. То есть маленький такой приём нашего внутреннего наркотика. И это стимулирует нас к завершению каких-то других действий, которые вот у нас остались в таком подвисшем состоянии. Очень важно определить границу своих возможностей в каждой конкретной ситуации. То есть понимать, что в данной конкретной ситуации зависит именно от вас, и как вы можете на это повлиять. Принять во внимание, что у других людей есть свои желания и свои какие-то потребности, и они не всегда совпадают с вашими. И ваши ожидания, к сожалению, могут сильно отличаться от их ожиданий в данной ситуации. И самое обидное, конечно, это то, что никто никому ничего не должен. Поэтому правильнее всего ставить задачи таким образом, чтобы только вы могли повлиять на результат её решения. Попробуйте переформулировать свои цели таким образом, чтобы они зависели только от вас. Ну, например, молодой человек говорит, «Я хочу жениться на этой женщине». Правильнее будет сформулировать, «Я хочу сделать предложение этой женщине». То есть задача стоит конкретно выполнимая и зависит только от него. Но она не принимает во внимание ответ другого человека. Таким образом, когда вы сделаете предложение, ваш гештальт будет завершён. Если мы говорим про ситуации, которые уже произошли, то есть те незавершённости, которые были в прошлом, в частности, если говорить про какую-то незавершённость отношений, то моя рекомендация будет всё-таки попытаться встретиться с этим человеком, созвониться и выяснить те вопросы, которые у вас остались незавершёнными, неважно, сколько лет прошло. К сожалению, конечно, бывают такие ситуации, когда людей уже нет, или они уехали, или их просто нет уже физически. И эти ситуации тоже требуют, естественно, завершения, потому что они нас мучают. Не стоит их переносить в отношении с другими людьми. Это будет неправильно ни по отношению к вам, ни по отношению к этим другим людям. Есть определённые техники, которые помогают справиться с подобного рода ситуациями. И если вам будет сложно разобраться с этим самим, я вам рекомендую всё-таки обратиться к специалисту. И главное — всегда помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. Субтитры создавал DimaTorzok